Сотрудники ОМВД России по Сергио-Пасадскому району совместно с членом общественного совета при ОМВД Айтулоу Байдулоевым в рамках оперативного профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» провели рабочую встречу на тему о взаимодействии представителей различных национально-конфессиональных групп. Основная цель данного мероприятия был обмен опытом работы с иностранными гражданами, прибывшими в городской округ, а также планирование совместных мероприятий по налаживанию отношений между различными национально-конфессиональными группами. Встреча прошла в формате диалога, по итогам которой было принято решение продолжить проводить рабочие встречи и профилактические мероприятия с целью разъяснения вопросов, касающихся взаимодействия с различными национально-конфессиональными группами, а также соблюдения законодательства Российской Федерации. Члены Общественного Совета при ОМВД России по Сергиево-Пасадскому району проверили изолятор временного содержания и специальный приемник ОМВД. Цель данного мероприятия – проверка соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся в ВВС и спецприемники. При посещении изолятора временного содержания и спецприемника общественники ознакомились с режимом и условиями содержания граждан, побеседовали с задержанными по вопросам качества бытовых условий, питания и оказания медицинской помощи. Жалоб на условия содержания, а также неправомерные действия сотрудников не поступало. Работу ИВС и специального приемника проверяющие оценили положительно. В России проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде». Напоминаем, что действующее законодательство запрещает возбуждение ненависти либо вражды, равно унижении человеческого достоинства. В соответствии с Конституцией Российской Федерации запрещается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности какой-либо социальной группе, влекут уголовную ответственность. В случае, если они совершены публично или с использованием средств массовой информации, либо информационно- и телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.